Сегодня, выступая в парламенте, новый старый премьер Тави Ривас назвал новую коалицию Союзом Напористых. И, по всей видимости, титул самого напористого здесь достается новому министру образования Юргену Лиги. Многим запомнился его напористый наезд на предыдущего министра образования Евгения Осиновского, когда он назвал его сыном иммигранта из Розовой партии. Неудивительно, что даже слухи о назначении Лиги на пост всколыхнули русскоязычную часть общества. Реакция колеблется от недоумения до страха. Страха того, что русское образование будет полностью похоронено. Ну, здесь можно вспомнить известную русскую поговорку «боится, значит, уважает». А вообще, конечно, задачи перед министерством стоят самые разные. Не в последнюю, конечно, очередь вопрос русскоязычного образования, но главной задачей – это развитие науки, поиск оптимальных схем финансирования высшего образования. Касательно русских школ я согласен с тем, что есть технические проблемы, прежде всего подготовка кадров. Эти проблемы надо решать. Кроме того, я хочу сказать, что и роль самоуправления здесь не надо недооценивать, они тоже должны участвовать. С первого дня на своем посту Юрген Лиги дал понять, что тема русского образования хоть и является важной, но не была в фокусе самих коалиционных переговоров. Тем не менее, министр уже успел высказаться многочисленным изданиям и отметить, что, на его взгляд, финансирование школьной сети слишком дробится. И фокус должен быть на том, чтобы не распылять средства, а консолидировать ресурсы и добиваться качественного улучшения русскоязычного образования. Сразу же после назначения Лиги многие утверждали, что главный удар может быть нанесен именно по таллинским русскоязычным учебным заведениям, где весьма критично относятся к частичному переходу на эстонский язык обучения. Опасения могут стать реальностью, поскольку уже в первых интервью новоиспеченный министр отметил, что, на его взгляд, большая часть денег застряла в таллинской школьной сети. Что действительно вызывает некоторую настороженность, это то, что Юрген Лиги, еще не вступив в должность, еще не ознакомившись с текущими делами и ситуацией в своей сфере, уже начинает свой путь с нападок на таллинскую школьную систему. Это, конечно, вызывает определенные опасения, что министр может быть не готов к конструктивному диалогу и конструктивному решению текущих вопросов. Тем не менее, Михаил отмечает, что оценки Лиги пока давать рано. Перед министерством стоят вполне конкретные задачи. Это и вопрос финансирования частных школ, школ для детей с особыми потребностями и, конечно, выбор школами языка обучения. Многие эти проблемы тянутся годами еще со времен министра АВИКСО. С другой стороны, Лиги произнес весьма нестандартные слова о том, что образование не является приоритетом этой коалиции. Кроме того, многие цитируют еще одну фразу, никогда не работавшего руководителем в этой сфере Лиги, о том, что на новом посту его ждет немало открытий. Похоже, первое уже сделано. Это слова министра о том, что если на содержание школьных сетей будет тратиться много денег, то будет страдать качество образования. Очевидно, вскоре эстоноземельцы увидят, что именно имел в виду тут Лиги. Ведь на посту министра финансов он умел сокращать деньги на самые необходимые вещи. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.